Машинка стиральная появилась Строительство водопровода для граждан бесплатное, а вот подключения к нему нет. Оно исчисляется несколькими десятками тысяч рублей, которых не все жители могут найти. Но руководство области не собирается бросать людей на произвол судьбы. Чтобы вы поручили своему коллеге Абдулову и Баранову о том, чтобы они прописали меры социальной поддержки, финансовой поддержки, материальной поддержки в отношении многодетных семей, семей, которые оказались в трудно жизненной ситуации, людей, которые мы относим к категории ветеранов. Потому что мы видим, что у нас есть сложности у людей подключить к хорошему водоснабжению, потому что это тоже требует финансирования. И мы видим, что в всех этих муниципальных образованиях не всегда у людей есть источники. Проблемы водоснабжения Индзинского района продолжат решаться и в следующем году. Встречать воду в своих селах будут не только жители Троицкого. На следующий год мы предусмотрели реконструкцию системы водоснабжения в поселке Свет Индзинского района с затратами ориентировочными 15 миллионов рублей. Включили в программу, в федеральную целевую программу Сочи в развитии сельских территорий. И кроме того, также ведутся работы по реконструкции водоснабжения в селе Труслейка Индзинского района. Нам осталось выполнить половину от необходимого объема. А вот для жителей самого города Индзинского района, ответ на поставленный в начале сюжета вопрос звучал бы так. Отопление делает нашу жизнь комфортной и простой. Ни один год в последнее время не обходится без перебоев с теплом в этом районном центре. Но в скором времени они, похоже, уйдут в прошлое. В городе Индзинского района и ближайших населенных пунктов был реализован на базе существующего МУПа, который управлял всем теплооснабжающим комплексом конституционный проект. То есть сейчас организация, которая занимается теплооснабжением, называется Китэнергия. И на праве хозяйственного вида были переданы все тепловые источники на 25 лет. Организация «Конституционер» переведет модернизацию всех котельных, в том числе переведет их с мазута на газ и твердое топливо. Это позволит значительно сэкономить ресурсы. Кроме того, котельные будут оборудованы приборами учета. Сэкономленные средства можно будет направить на улучшение теплооснабжения жителей Индзинского района. Егор Титов, Данил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.